Так, вот вы с этим, наверное, все согласны. И к чему я это веду? К тому, что или мы продолжим, вот чуть-чуть вспомним, что мы делали, может быть, домашнее задание, кто-то захочет через микрофон сказать, какие мысли были, у меня у самой мысли были, и они, может быть, стали даже более чётко сформулированы. То, о чём я говорила, помните, я говорила о философии, два подхода. Почему на одну, молодо выглядящую, я смотрю, и я всё-таки чётко понимаю, сколько ей лет безошибочно, а на другую я смотрю, которая даже и не старается наверняка быть моложе, она вообще об этом не думает. Она выглядит настолько молодой, что её возраст трудно определить в рамках от 50 до 30. Просто знаем, что у неё уже и статус, и доцент кафедры, и сын у неё уже врачом работает. Сколько же ей лет? Помните, говорила про Ирину Антонову, философия. И вот я думала даже после того, как провела уже с вами этот вебинар, о как бы философии или о подходе к этому. Помните, я ещё даже говорила про себя. Когда у меня возраст был где-то 50 лет, и когда я выглядела потрясающе хорошо. Я вам сейчас скажу, какой пример у меня в жизни был. Я одно время, недолго работала в клинике современной медицины в Москве. И там я работала в отделе безопасности, он же и занимался, ну, как отдел кадров, то есть и кадрами занимался. Соответственно, раз кадрами, то все личные дела были у нас. И к нам пришла флеболог. Это специалист по венам, кровообращению. И флеболог это была с моего года, но моложе меня. Ну, где-то там месяцев на 10, но с моего года. То есть практически на год была меня моложе. И она ко мне обращалась. Деточка, деточка. И вот она все время, ну, деточка. И как-то даже такой, ну, ну, ты-то ещё деточка. То есть вот это. Я всё время так порывалась ей сказать, ну, мне очень приятен был комплимент. Что какая я тебе деточка, я вообще, по идее, даже старше тебя. Вот. И я могу рассказать, то есть я вспоминала потом, что было в основе моего самоощущения. Помните, я приводила этот пример, когда я даже подруге своей говорила, а зачем мне помнить мой возраст? Куда мне надо прийти с паспортом, там билет купить или ещё что-то? То я его покажу. Мне, по идее, его зачем помнить? Чем я моложе, ну, как бы, чем я абстрагирований даже, скажем так, от своего возраста, тем мне легче себя ощущать и даже самовыражать в этот мир. Потому что если я, ну, сейчас немножко к характеристикам, блин, это я на себя уже или негодую, или недоумеваю, почему я всё-таки настраивалась на то, чтобы спросить вас, а меня опять понесло. Понесло перескакивать от мысли к мысли. Ну, как бы, они все связаны. Потому что, вот я сегодня интересную вещь сделала. Я захотела, и я, наверное, это вам сделаю. Я, потому что я хотела, чтобы вы это сделали, чтобы вы всё-таки вот как-то попробовали описать себя. Значит, я сегодня вспоминаю, что у Тургенева, вот тургеневские девушки говорят, ну, или как там, тургеневский образ женщины. Тургенев мастер именно описания. И, ну, может быть, вы помните, я в своё время совершенно помню, что я была просто влюблена, он заставил нас влюбиться, в героиню отцов и детей Одинцову. Я вдруг вспомнила, я и в школе это вела, я была влюблена в неё, в Наташу Ростову, в её непосредственность, в её очарование. Вот то, во что мы влюблены, вы знаете, мы из этого берём какие-то... Ну, что-то мы от этого берём. Так, значит, как мне мысль-то не забыть? Галочку я себе ставлю, что я вернусь вот к этому моменту. Так, а сейчас вот я продолжу. Я говорила про Ирину, про Ирину Антонову, директора Пушкинского музея. О том, что ей там 95 или 96, я сейчас не помню. Вот, но суть в том, что это человек, который тоже безвозрастной. И какой-то общий вывод я сделала такой, что вот эти люди, которые светятся... Вот, как я приводила пример про Глинфельд, вот завкафедры, и как раз про неё и говорила, то ли 30, то ли 50, то ли ещё больше. Вот. Вот она олицетворяла себя с филологией. Про филологию говорила, это свет. Но она её преподавала, она её преподносила, что это действительно, вы знаете, прям как свет. Вот как она это умела... Ну, она просто умела, и она влюбляла в предмет. Я помню, что я задышала радостно и свободно, и моя подруга, наконец-то, что вот у нас появилась Глинфельд, и ещё появилась Шишкина, которая была из Ленинградского университета, и вела она Серебряный век. Вот литература рубежа веков. Вот эти две, они своей любовью, своей вот этим тонким пониманием, именно влюблённостью в этот свет, который был свет философии, свет несения чего-то, обе выглядели так, что что и про Шишкину тоже не могли определить, сколько ей лет. Вот. Потому что для них не возраст или что-то ещё было главное. Они были, так же, как и Ирина Антонова, они жили и живут вот влюблённостью, вот они в свой предмет, в своё дело. Им вообще не до, вот что называется, живут здесь и сейчас, не до вот этих размышлений, они не несут груз лет на себе, в своих плечах и в своём теле. Нет у него этого. Они абстрагированы, они словно забыли. А вот это, про которую я приводила пример, что она выглядела лет на 10, может быть, даже больше, моложе, но я чётко определила, что ей 44. Почему? Может быть, потому что ей подсознательно было важно свой статус подчеркнуть. Ну и потом 44 – это ещё тот возраст, когда можно не скрывать возраст. Типа так. Я как-то определила для себя это вот, именно уже как-то и после занятия нашего первого, я над этим размышляла, я для себя определила это так. Может быть, какие-то мысли были у вас, может быть, они возникали у вас после первого занятия. Мы говорили про якоря, якори, я бы так лучше сказала правильнее, про якори. И перечисляли, в том числе говорила я вам, может быть, это стихи какие-то, которые вот олицетворяются для вас, как вот у Гринфель. Для неё само олицетворение было, что она филология, а филология – это свет. Вот она и выглядела так, что ну просто, правда, ну не поймёшь, сколько же ей лет. Потому что, вот всё, без потому что. Просто не поймёшь, сколько ей лет. Но вот классно она выглядит, она влюбляет в себя. Вот так. И, Валентина, добрый день. Не смогу, запись будет. Ну, Лидочка, будет. Я не знаю, кто-нибудь там, ответь ей. Будет, но я до момента заговора. Заговора я скрою, как личное приобретение. Ну, там посмотрим. Значит, вот об этом и что ещё? Ну, я, я вышлю. Так, значит, что ещё я хотела сказать? Может быть, вы поделитесь. Мне желательно, чтобы вы начали говорить. Я даже задумывала, знаете как? Сделать в паре. То есть, вот, например, если бы мы сейчас вышли из общего чата, распределившись между собой, кто с кем делится. Потому что важно, чтобы вы вслух это сказали. Вот, о своих открытиях, о своих озарениях и о более чёткой, ну, как сказать, сформулированности своего намерения. Что вот вы действительно намерены в чём-то восстановить здоровье, в чём-то улучшить свой внешний вид. Ну, мы назвали это омоложение. А может быть, здесь там ещё и сбросить несколько килограмм. Я считаю так, что лишнее всегда стоит того, чтобы сбросить. Вот, или это лишним не бывает. Так, Наташенька. Спасибо, что ты заглянула. Пока у Наташи спектакль. Это вот замечательное-замечательное. Потом как-нибудь познакомлю. Наташа Бурман. Наташ, пока. Так, ну, вот такое. Значит, вот моя мысль была о том, чтобы мы парами распределились и поговорили друг с другом. Каждому по пять минут. То есть, в обе стороны по пять минут. Итого десять минут. Или мы сделаем это, поделившись какими-то своими мыслями, своими воспоминаниями. Кстати, я прям на следующий день нашла вдруг вот этот браслетик. Я его надела. Это вот так у меня якорь, видимо, сработал. Кстати, я сегодня и кольца даже нацепила. И даже серьги. Вот. Я вспомнила, но это вот браслет, это у меня было буквально на следующий день. И у меня пошло, вы знаете, ну, во-первых, эти вещи, они помогают находиться здесь и сейчас. Когда мы находимся вот в этом состоянии здесь и сейчас, ну, как бы я могу сказать, кого я учу. Я знаю, что тут все ученые. Вот. То, находясь в состоянии осознанности, у нас само по себе начинает, начинает, ну, вот, активно, без вмешательств ума, то есть ум отдыхать начинает, вот, а работает подсознание. Оно прекрасно знает, что мы хотим. Оно нас гармонизирует, оно нас успокаивает. И оно активирует все самые нужные ресурсы и, собственно говоря, находит способы само. По которым или которыми этими способами, может, мы вообще понятия не имеем, что за способы, а вмиг просто раз и все. Помните, как Иисус Христос, он дотрагивался, и, например, человек раз и выздоравливал. Что Иисус Христос там способы искал? Он, скорее всего, вот просто знал, что его энергетика, его прикосновение, или просто его энергетика, является вот этой, ну, целительной в абсолюте. Вот. Значит, я о том, что наше подсознание начинает нас в этот момент, нам как раз вот помогать в достижении нашей цели. Ну, вот мне вот этот браслет, он вообще как-то заставил меня, ну, во-первых, я бы сказала, знаете что, залюбоваться вдруг, ну, вот моим запястьем. Я, очевидно, давно уже не замечала этой женственной прелести. Вот. И тут я вдруг это увидела. Ну, что еще у меня было, это я как бы делюсь. У меня сегодня было такое озарение, оно связано, видимо, я перехожу к какой-то теме еще, и я ее в теме озаглавила, похудение. Сегодня мне вспомнилось, и я вам написала, вспомните такое. Я могу поделиться, а потом спрошу вас все-таки, в слух что-то, чтобы вы в слух что-то сказали. Значит, у меня сегодня произошло воспоминание такое, когда я худела. Вот я посещала курсы эриксоновского гипноза. И на этих курсах, они проходили где-то у нас, по-моему, по 10 часов подряд, или даже что-то не по 10. Мы начинали с 12 и заканчивали в 10 вечера. Но был час обеденного перерыва, на который все ходили в какое-то кафе. Так вот, я ничего с собой не брала, но там, правда, в этом центре можно было попить чай, и там даже были, типа, конфеты или печенье. Ну, вот чай попить я могла, может быть, там печенюшку съесть или конфетку, но обедать я не ходила. У меня была вообще нацеленность воспользоваться этим, предоставленным этой возможностью, когда можно не есть. Ну, я почему-то так для себя определила, для того, чтобы похудеть. И я действительно тогда, ну, так значительно, ну, я, может быть, и не так уж и значительно, я в основном уже была в форме. И была я в этой форме с того момента, как вот мой сын, я его родила вторым, и как бы и последним. Я его кормила грудью до года, а потом я перестала кормить грудью, и сразу взялась за свой внешний вид. Вот с того момента, когда я достигла вот этого, вот такого нравящегося мне веса, я его и держала. Ну, а после шести вечера, кстати говоря, вообще не ела. И даже если я что-то очень вкусное готовила для семьи, у меня только вопрос был, вкусно? И у меня даже удивлялись. А ты что, даже и не пробовала? Говорит, даже не пробовала. То есть вот настолько я выработала в себе, что вот я даже не хочу. Вот не хочу. Я только на ночь, ну, или после шести пила, и вообще тогда пила, кстати, только чай с мятой без сахара. И для меня это было такое наслаждение, просто наслаждение. Ни кофе, ни чай, ничто не могли мне заменить вот этих вкусовых, ну, вот я не знаю, это я вообще чувствовала в этом какую-то чистоту. Вот знаете, вот как будто вот какая-то природная чистота, и у меня от этого было наслаждение. Вот я так для себя тоже ассоциацию провела. И, скорее всего, я эту энергетику словила чисто. Но у меня еще был такой, когда я вот в этой самой клинике современной медицины работала, и тогда в клинику, когда я сознательно, вдруг, я вдруг подумала, ну, ничего не делаем, чай гоняем бесконечно. И так я подумала, а что мы делаем, на что мы тратим энергию. И я отказалась от этих... Ну, я сначала, знаете как, я не совсем оказалась, я в два раза сократила. Ну, например, если все садятся там попить чай, перекусить, там поболтать, я наливала не полную чашку, например, треть чашки. Ну, например, там я не две печенюшки съедала, может, даже и не одну, а половинку. У меня одна дама заметила, говорит, ты на диету? Я говорю, я не знаю, я на диету или нет, но я подумала, что я не вырабатываю столько калорий, сколько я здесь получаю. Зачем мне это? Ну, то есть, вот это был сознательный подход, я после него начала худеть. А после этого пришла флеболог, да, вот, ну, и так далее. Ну, короче говоря, вот такая моя история. Давайте я сейчас выключу микрофон, и, может быть, кто-то поделится своими мыслями об этой теме, там, после первого занятия, может, какие якори вспомнились, вспомнились, может быть, своим опытом, кто-нибудь хочет взять слово. Вот у меня такой вопрос, я могу сейчас выключить микрофон или выключить камеру. Но надо, чтобы кто-то захотел говорить, или я распределю вас по парам, или давайте к следующему занятию, что прям вот точно договоримся и поработаем по парам. Знаете, это даст эффект, очень потрясающий. Потому что я говорю, что я работала, и я знаю, даже могу вам сказать, что, ну, абсолютно все у всех исполнилось. Хорошо, легко, комфортно, быстро. Вот так. Все достигли своих желаний и целей. И даже, я скажу, радость превзошла ожидания. Вот такие вещи были. Кто-нибудь хочет поделиться? У кого-то были какие-то размышления? Знаете, для чего я вас спрашиваю? Я вас спрашиваю не только потому, что там я хочу, там, услышать ваш голос. Я хочу, чтобы я прочувствовала, а даже точнее, чтобы вы прочувствовали, что вы результата вот этого, который будет радовать вас, очень захотели. Вот я что хочу. А вот теперь представьте себе, что вы начинаете работать в паре. Вас слушает человек, перед которым вы, ну, как бы в какой-то ответственности, вам дали пять минут. Вы за эти пять минут должны рассказать, как вы выполняли домашнее задание, какие мысли у вас, даже если вы его не выполняли, вы точно сможете сформулировать свое желание. Вы его сможете прочувствовать. Вы согласны со мной? Ну, чтобы не переходить к этим кардинальным мерам, может быть, давайте кто-то сейчас, ну, просто возьмет слово. Ну, я шучу. Ничего такого в этом кардинального нет. Это даже было бы очень неплохо и очень интересно. Вообще, с серьезным подходом, я бы сказала. Понимаете, вы согласны с этим? что это был бы серьезный подход. Взяли из-за дела, захотели похудеть, захотели выглядеть моложе, захотели стать легче и с точки зрения энергетики, и с точки зрения изящества. Захотели стать более здоровыми, тут как сказать, вообще слово здоровье, оно его трудно описать. Что это такое? Это это все возможные, я бы сказала. Это платформа, на которой мы имеем энтузиазм жить, продолжать жить, что-то делать, хотеть и так далее, когда хорошее здоровье. Согласны с этим? Вот. Но может быть, что-то очень хочется улучшить, может быть, что-то очень здоровье хочется наладить, может быть, хочется, невзирая на то, что вы в это или не верите, вот как я говорю. То есть каким-то вот таким способом, когда подсознание находит само этот способ решения этого вопроса, так, чтобы стали счастливы от того, что наконец-то я здоров. Но я за то, чтобы этот способ был самый комфортный, легкий, приятный и вообще чудесный. Так. Ну, давайте послушаем Аллу. Алла, есть желание? Расскажу, почему нет. Ходила с хвостиком, короткое платье, получила несколько комплиментов от своих, получила подарок, новую, очень модную заколку. Мы пели песни, знаете, начиная с Антонова, с детьми, в общем, с мужем, как положено, вечером, ну, честно сказать, наверное, до часов двух. Ну, это приятные моментики такие, да? Вот. Вот такие классные подарки получила, договорились пошить новую тунику со своей одной девочкой, новомодную, так скажу, да? Вот ткань уже подобрали, модельку тоже, буду ждать. Ну, и само по себе, конечно, хвостик. Валюша увидела тебя с двумя хвостиками и такая пальма на голове, волосы в разные стороны. Мне говорят, слушай, как ты говоришь, так странно выглядишь. Я говорю, в смысле? Она говорит, помолодел, что ли? Так что, ну, учитывая то, что у нас 40 градусов, в общем-то, это все очень мне нравится. Вот такие у меня и новости. Думаю, что начало положено, это самое главное. Ну, постройнеем, конечно, конечно, да, я тоже хочу постройнеть, пресс качать не очень, охотно. Валюша, надо что-то другое придумать. Да, будем другое придумывать. Я сейчас один способ, один способ уже сегодня приготовила, сообщу вам. Так, вот видите, как здорово, как здорово, что мы послушали Аллу, правда? Просто аплодисменты. Спасибо, Алла. Кстати говоря, я тоже как-то утром проснулась и запела. Я писала, по-моему, это в чат. Широка страда моя родная, во весь голос. И так это мне, мне так это клево было. Вот. Что-то еще, что-то еще у меня такое вспоминалось. Ну, Кашпировский, тут потанцевать захотелось. Я Кашпировского тоже в чат выставляла. Вот. И, кстати говоря, вот кто-то из вас, ну, что, Ирала, даже ты, выставила вот это видео, которое я тоже его смотрела. Смотрели видео? Где тоже эти движения, такие танцевальные, спортивные, что ли? Ну, клево, мне очень понравилось. Так, очень здорово. Ну и как ты себе, а, ну, наметила цель. Насчет похудеть, да, здорово. Без скачания прессов желательно. Согласна. Так лучше. Так, есть еще желающие? Спасибо большое, Алла. Может быть, Таня, может быть, что-то скажет. Так, Ира, девочки, давайте кто-нибудь еще. Наташа хотела выступить, но пока мы тут. Пока я скажу. Все может быть. Значит, эта неделя у меня, конечно, бешеная, тяжелая, потому что ремонт дома затеяли. Но это хорошо. Конечно, давно мечтали, давно как бы хотели это, но это радость. Хорошо, как бы мы его намечали и решилась. Дальше, конечно, я сделала своему любимому супругу ко дню рождения о том, с чем он мечтал, подарок, и он доволен, конечно, это для меня большая радость. В-третьих, заговорили о похудении. Ем все подряд, пять раз в день, пью водичку, так мне расписали, подсказали, помогли. И уже пятый год держу вес один и тот же вес. Единственное, что еще помогает, это, конечно, пробежки, утренние пробежки. Погода сейчас у нас, слава Богу, установилась, жарко, и утром, конечно, это комфортно, очень здорово видеть утренний рассвет, слышать пение птиц. Ну и дополнительно, как бы тоже для того, чтобы уже держать эту форму, ну, применяю, конечно, пюро-старопшу. Это трава, которая помогает, в общем-то, во многом. Мне решают многие проблемы и с моим позвоночником, и совсем с остальным. Вот. Позагорело уже за три дня. У нас три дня стоит великолепная погода, тоже почти под 40 плюс. Подзагорелая, очень приятно, потому что, встречая своих бывших коллег по работе, каждый раз слышу комплименты, что я великолепно выгляжу, не уставшая, не задёрганная, похорошевшая, цвет лица похорошел, конечно, мне это приятно. Причём, слышу я эти комплименты от тех тётенек, так скажем, которые, ну так, очень ревностно относятся к своей внешности, очень ревностно относятся к своим, как бы, внешнему виду. Ну, значит, конкурентно ещё, хотя тоже уже, как бы, шагнула немножечко в возраст, конечно, не будем говорить, но тем не менее, как бы, тем не менее, на фоне их я выгляжу достаточно молодой и достаточно привлекательный. Это я знаю, это я чувствую. А что хочу? Ну, конечно, всё-таки продолжать здоровье улучшать, похудеть, ну, пять лет я уже держу один и тот же вес, он не меняется, поэтому и дальше бы хотела держать тот же вес, потому что намного стало легче, намного стало, проще, намного стало, так сказать, понравилось. Конечно, мне это очень понравилось и я как бы, и буду дальше продолжать таким же образом держать вес. Утренние пробежки дают огромную энергетику, потому что я, когда бегу, конечно, сейчас я немножечко снизила количество километров пробежки, ну, есть причина на то, но тем не менее, семь километров каждый утро я пробегаю. Это здорово, потому что те эмоции получаешь утром, когда видишь восход солнца, ну, это неповторим, это очень красиво, зарядка на весь день, поэтому, наверное, то, что многое из того, что я планировала, многое из того, что я хотела, многое получилось, потому что это мне понравилось, мне этого захотелось, мне захотелось бы, не понравилось бы, навряд ли бы, что-то изменилось в лучшую сторону. Поэтому желание, конечно, так скажем, есть еще часть желаний, которые пока не получаются, но это уже, как я говорю, матушка Лень вперед мне родилась. Что стало еще меняться, я все-таки, в конце концов, вернулась к работе, вот, причем получается очень легко и очень здорово, я, как бы, пробовала работать в фотошопе, не получилось, я отодвинула, потому что достаточно трудно, как бы, воспринимала эту программу, хотя умею в ней работать и работаю, но тем не менее это отодвинула. Но вот сегодня попробовала, сегодня, то есть прошла неделя, попробовала открыть опять эту программу и буквально в течение нескольких минут я сделала то, что, как бы, даже боялась прикасаться, даже страшно боялась думать о том, что я смогу это сделать. Вот, поэтому вот это очень здорово и, как бы, мне тоже очень понравилось и в дальнейшем тоже, как бы, вот, ну, такую работу очень хорошую, интересную, которая мне нравится, конечно, я буду делать. А вот за эту неделю просто случайно наткнулась на свою фотографию выпускную, у нас выпускные идут, шли вот эту неделю в школах и просто наткнулась на свою выпускную фотографию. Конечно, очень красивая, милая девочка. И вот, знаете, я смотрела с таким удовольствием, с таким наслаждением, что вот, надо же, ведь красавица, привлекательная, умница, мало того, что, как бы, вот, такая внешность привлекательная, интересная, еще и есть задатки, очень многие интересные, о которых я раньше стеснялась и боялась говорить. Ну, вот как-то так. Все. Ну, что тут сказать? Ну, просто умница. Еще и вон, как самооценка выросла. Так, есть еще желающие? Давайте я расскажу, просто для меня удивление было. Да, какое удивление, господи? Я, честно говоря, слышно, да? Слышно? Я, честно говоря, о своем возрасте даже не думаю, потому что мне интересно жить, мне все интересно. Я, кстати, себя сегодня поймала на мысли, во-первых, у нас сейчас, ну, Калуга, Подмосковье, стало прохладно. Стало прохладно. Да. Кто-то это... Кто-то опять... Геночка. Геночка, это какая-то проблема связана с тобой. Можно отключиться? Ген. Геннадий, отключитесь, пожалуйста. Камеру отключить. Ну вот, что я хотела сказать. Сейчас я занимаюсь своим коленом. Уже, наверное, недели две или три болит физиотерапия. И я что, сегодня поймала себе на мысли, что, ну, проходит колено постепенно. Я иду на физиотерапию в спортивном костюме. Такой он у меня полуспортивный. Красного цвета. Ну, не на каблуках, просто на платформе. И я себя так чувствую. Такой по сравнению с другими. Ну, не то, что молодой, но вот как-то мне хорошо, комфортно. Иду. И, кстати, вчера я встала на весы и посмотрела, я на два килограмма похудела. Постранела. Я даже ничего практически не делала. Ну, уменьшила количество еды. Правда, мяса мало ем. В основном на овощах. Но вот это вот я заметила, это, конечно, меня порадовало. И еще меня порадовало то, что, в общем, как-то стук в дверь, пришла девушка одна. Ну, в общем, она распространяла карточки, ой, кажется, даже уже не помню, какие, связанная с банком. Вот. Ну, и начала мне рассказывать, спрашивая, анкеты, то да сё. И когда я уже стала говорить, я телефон свой сказала, она говорит, а сколько вам лет? да, она говорит, что-то пенсионное, что-то, в общем, она, а сколько вам лет? Ну, я сказала свой возраст, ой, ну да, вы теперь, ну да, вы не подходите к нам, ну, в смысле, а я, говорит, думала, что вам, ну, в общем, назвала мне, даже и цифру не назвала, говорит, вы так молодо выглядите, говорит, я даже не подумала, что вам столько лет. Я засмеялась, говорю, ну да, вот, ну, что ещё? Я даже не знаю, что сказать. Ну, вот, мне очень понравилось ваше вот размышление про яблоко, я всё вот думаю, это философия, конечно, но так оно и есть, молодое яблочко или осеннее яблочко, вот, ну, а то, что всё, что вы говорите, сознание, подсознание, там, все эти дела, всё это понятно, но надо сказать, что я ещё сейчас прохожу дополнительно, как бы, как это называется, не курсы, а уроки по оздоровлению, можно так сказать, вот, и, конечно, вот, знаете, я говорила про слова, да, каждое слово имеет вибрацию, и даже вот слово омоложение, коль мы, как бы, задумываемся об этом, и в голове-то у нас это есть, и поэтому оно уже ведёт к омоложению, но никогда я не поверю тому, что если человек не желает этого, и он будет стоять на месте, вот, то есть, то есть, всё равно, волей-не-волей, это ведёт в сторону, вернее, желание, оно ведёт в сторону омоложения, Светлана очень хорошо-то рассказала о себе, молодец, оптимизма прям в море, по-своему, вот, жалко, что я занималась тоже скандинавской ходьбой, то ли я натрудила своё колено, не знаю, вот, ну, как говорится, сейчас я прекратила это дело, но в дальнейшем, думаю, я тоже буду это делать, но одним словом, мне очень приятно, что здесь такие женщины, очень активные, очень приятные, мне кажется, я старше всех здесь, даже не буду говорить свой возраст, потому что все молодые, конечно, но надо сказать, что в вашем возрасте я тоже и выглядела, и вообще, не знаю, ну, ну, ладно, не будем говорить об этом, одним словом, будем омолаживаться, вот и всё. Спасибо. Может, я не так что-то сказала, не знаю, но вам спасибо за вашу работу. Так, ну, ладно, про возраст говорить не будем, я хотела тут сказать, вы знаете, где бы я ни была, я почему-то, к сожалению, всегда оказывалась старше всех, мне иногда так грустно от этого становилось, но с другой стороны, мне становилось радостно, что почему-то старше меня никто не считал, то есть получается так, что выглядела-то я моложе, но вообще, знаете, что суть-то ведь и счастье, оно ведь не только в том, чтобы моложе выглядеть, а в том, наверное, чтобы и здоровым быть, и чтобы быть наполненным вот этой энергией, вот в прошлом году я вам, ой, в прошлом году, на прошлом занятии я вам показывала вот этот слайд, и там был вот этот очень важный момент, так, какой же этот момент был, ага, вот сейчас, подождите, признаки, что ли, признаки молодости, а, там, где мы говорили про гиалуронку, там, где мы говорили о роль коллагена, кстати говоря, что я сделала на физическом уровне, я себе сама, не говоря своей дочери об этом, потому что у меня дочка оставила одну ампулу, ну, так она, грубо говоря, там не совсем ампула, наполненную коллагеном, его надо было так закачиваешь в этот шприц, и я, знаете, что я сделала себе в одно колено и в другое, уколы коллагена, которые влияют на упругость, тургор кожи, подтянутость и мягкость одновременно кожи, склеивает клетки воедино, ой, про что я сказала, я не про коллаген, а про гиалуроновую, сказала, что я ее себе вколола, потому что вот тут я это записала, я вам читала в прошлый раз, гиалуроновая кислота, она, кстати, и для суставов, и вот это мое, кстати, очень хорошо сработало, что мне вдруг, я думаю, кстати, а у меня лежит, и я никак не воспользуюсь, вот я взяла и воспользовалась, и, кстати, действительно, мои колени почувствовали себя гораздо легче, вот что интересно, вот, это связующие, составляющие, это молодость, проводник, влаги, также, а вот также позитивная энергетика, получение радости от жизни, энтузиазм жить, вот что важнее, наверное, всего, но, когда человек выглядит замечательно, когда у него замечательное здоровье, то, и к энергетикам, и к радостям жизни, это как бы все воедино начинает друг другу помогать, короче говоря, так, что еще, мы с вами занимались упражнением, правильно, яблоко, спасибо, что ты напомнила, давайте я вам сейчас скажу, что у нас сегодня, в плане сегодняшнего дня, есть еще желающие рассказать, может быть, Киро, может быть, Ольга, может быть, Гена, может быть, Николаевс, у нас замечательные мужчины, кстати, вот помните, я вам вначале говорила, что когда я начала читать, если вы захотите, я могу, у меня даже там, эта страница выделена, то есть можно вернуться, и посмотрю, я могу своими словами сказать, каких женщин описывали, ну, Эллен, если помните, она была красавица, правда, эта красавица была описана Толстым, и он хотел выразить к этому какое-то отношение, поэтому все-таки он героиней сделал, как бы главной и любимой, Наташу Ростову, ну, Одинцову это я сама нашла, так, кто там еще был из тех, а, кстати говоря, была в Мастере, и помните, в Мастере и Маргарите, у Булгакова, где она мажется маслом, и она, обретая совершенную невесомость, после которой она начала летать, и, кстати говоря, по-моему, там есть такое, что-то я не нашла, а мне искать уже было некогда, что она и увидела в зеркале, и, кстати, вот это упражнение с зеркалом сегодня будем делать, это не упражнение, целый ритуал, вот, где она начала, просто увидела себя помолодевшей, что, кого же там еще, и Тристан, и Изольда, Писание Изольды, а, Нинонде, сейчас я не могу вспомнить ее, но она для меня не очень хорошая героиня, хотя она во Франции, считалась, ну, просто суперкрасавицей, суперобразованной женщиной, вот где-то я нашла описание внешности ее, для чего я все вам, кстати, это говорю, что в основном те же самые писатели, когда они начинают описывать, кстати, попробуйте описать, вот вам пусть будет такое задание, попробуйте описать свою внешность, я сегодня, когда об этом подумала, как описать свое лицо, вот так, чтобы в него влюбились, чтобы в него влюбились, допустим, там, глаза, я где-то там даже про ресницы читала у кого-то из этих, по-моему, главной героини Романа Тургенева накануне. Тоже она была там потрясающая, ну, у него все очень красивые женщины, хотя он все-таки больше фиксируется, знаете, на чем, наверное, потому и было для матери Тургенева удивлением, что он влюбился в Полину Виардо, который вообще, как бы, как он мог в эту страхолюдину влюбиться, так говорила мать Тургенева, которая была категорически против брака и вообще, помните, лишь у наследства, вообще лишь у всего, страшное, а вот, вот, видимо, все-таки Тургенев, он влюблялся во что-то внутреннее, и для него это, вот, становилось, наверное, даже, может быть, преобразующим и внешность, или восприятие через эту призму шло. Поэтому, когда я читала, вот, описание тургеневских, и тургеневских женщин, да вообще там, разных писателей, я посмотрела, они все, как бы, начинали с каких-то признаков красоты, ну, например, там, пухлые гу, и нам могли лучше иногда, сказать, что ее губы, рисунок ее губ был напоминающим, ну, что-то детское, то есть, вот такие описания, там, бархатистая кожа, это, в общем-то, даже банально, там, длина ресниц, это тоже как-то банально, ну, вот, там, блеск, лучистость глаз, да, это часто встречающиеся. кстати, вспомнили, у, у того же Льва Николаевича Толстого, вот, одна из его тоже любимых героинь, на которой женился, это, Давыдов, что ли, Денисов, Балконская, как же, Мэри, у нее был, помните, вот этот лучистый взгляд, необыкновенный, она вроде бы даже была и некрасивой, но у нее был такой лучистый взгляд, что она влюбляла в себя, я вам это все сейчас к чему рассказываю, к тому, что писатели, и это интересная мысль мне показалась, если попробовать описать себя с такой точки, с такой даже точки зрения, вот давайте попробуем описать себя, вот может быть свои черты, ну хотя бы увидеть, хотя бы влюбиться в них, и кроме того, попробовать вот еще, а что, или что светится за чертами лица, какие особенности характера, которые влюбляют в себя, вот у Наташи Ростовой, у нее вот эта непосредственность, у нее потребность любить, вот, она не могла, она любила саму любовь, у нее была потребность любить, и это очаровывало, и это непосредственность, а вот, как сказать, черты лица виделись вначале, а потом уже виделось только это, точно так же, наверное, и вот в мэре балконской, вначале виделось, может, даже сначала и виделось, что у нее были там, ну не самые красивые черты лица, потом влюблялись в ее лучистость, в ее женскую какую-то или сдержанность, или достоинство, ну помните, вспоминаете, вот, и когда я начала читать о красоте мужчин, кстати, потому что там как-то в этих описаниях были и перемежались, вот эти описания женщины, ее красоты, и как-то, ну где-то что-то встречалось вдруг, вдруг и мужское, про мужчин тоже, избивались, знаете, не избивались, а переходили писатели, на описание какой-то брутальности, может быть, даже благородности, которая сквозилась сквозь черты лица, и так далее, ну вот попробуйте писать себя с этой точки зрения, вот я такая, такая, и за моими чертами лица светилась и высвечивалась, если даже не высвечивается, придумаем то, что хотим в себе видеть, в своей красоте и в своих особенностях, вот пусть будет такое задание, творческое задание, у нас была группа, называлась «Мастерское слово», где мы писали, учились писательскому искусству, в результате я написала 4 книги, и учились даже слагать стихи, и мы у нас, такой чат был, где вот мы встречались свои произведения, мы вместе слушали и обсуждали, но можно на страничку и набросать, кто захочет, пусть сделает, это интересный творческий вид, способствующий и омоложению, и вообще, и еще чему-то, тому, что светится за внешней красотой и молодостью, так, давайте перейдем дальше, дальше я вот о чем вам хочу сказать, большое спасибо, напиши, пожалуйста, Света про Расторопшу, а мы все заглянем в Яндекс, и возможно, этим воспользуемся, я вот про мяту вам сказала, что я пила, и для меня было ощущение энергетическое, я вам уже тоже об этом говорила, что мне он нравился так, потому что в этом, как будто какую-то энергетику, какую-то чистую энергетику, я не знаю почему, мне это очень нравилось, так, Валентина, очень интересное задание, о, слава богу, одобрили, так хорошо, правда, оно задание интересное, описать себя, и вот с двух позиций, правда, но писатели не случайно тоже, вот вроде начинают, начинают описывать ее красоту, а потом обязательно вдруг, вот я вот чувствую, а я уже внешнего не могу ничего поймать, потому что уже идет описание не внешне, а описание вот особенностей, которые красивы, которые чувствуется влюбленность писателя в это, попробуем как писатель, описать себя так, чтобы влюбиться в себя же, так давайте посмотрим, что у меня в программе дальше, на сегодня, что я планировала, хотя я так сама себе сказала, пусть как пойдет, если может быть даже я медитацию сегодня не запланировала, а вдруг она пойдет, вот давайте вот о чем, давайте сначала я знаете, что сделаю, давайте мы вообще перейдем к практике, а для практики вот что надо, нам надо, ну, тем забыла я Оле сказать, и у наших мальчиков, наверное, нет с собой, но мальчики наши умеют визуализировать, пусть визуализируют фотографию какую-то, а потом найдут, ну, короче говоря, нужна фотография, у меня она не одна, просто мне надо найти вторую, а, кстати, я хотела вам еще показать, какой прием у меня, возможно, работал и помогал мне раньше, у меня есть, вот там вот лежит, ладно, в следующий раз покажу, у меня есть, кстати, подаренные лично Николасом Сафроновым, картины, портретов, сейчас, я, наверное, все-таки вам даже и покажу, так, портретов, ой, Валентин, пока вы находитесь, спросить можно, фотографию на компьютере можно, или обязательно, чтобы была, это самое, реальное, маленькое, можно придумать что-то с фотографией на компьютере, как-то, мы сейчас у Герны спросим, хорошо, так, значит, что мы сделали, ой, ага, значит, что я вам тут несла показать-то, я вам несла показать, вот какую вещь, я совершенно была влюблена, вы узнаете ее? Софи? Да, Софи Лорен, вот это вот, календарь он мне подарил, у меня была такая возможность, когда я с ним познакомилась, и я не слишком, кстати, его оценила, мне не показались, не слишком привлекательны, его мелкие черты лица, вот, по-моему, это считал, потому что, он сначала так сияющий на меня смотрел, а потом как-то так, вдруг не очень, но, но уже успел подарить, так вот, я когда, у меня вот где-то вот прям стоял, меня не интересовали, ни даты, ни цифры, ни что остальное, а меня интересовало только, как он ее изобразил, и мне очень понравилось это, вот понимаете, тут тоже за взглядом и черты лица есть, но я когда присмотрелась, как обрисована, вот кожа, вот он прям вот мастер, он так мастерски обрисовал именно кожу, вот щек, вот тут вот, может быть, не очень, немножко стыдно показывать перед мужчинами, но грудь это совершенно, он, видимо, этот Сафронов был просто в нее влюблен, хотя она его намного старше, так, если, сейчас же ей много уже лет, наверное, за 80, вот, значит, о чем мы сейчас, о фотографии, что придумать с фотографией, здесь знаете, в чем суть секрета, суть, короче, я вам сейчас опишу этот ритуал, и над ним надо будет поработать, и я вам скажу, что я не только сама над ним работала, те, кому я говорила поработать, достигали эффекта, и эффекта не только во внешности, и здоровье, и я скажу, как я это интерпретирую, почему, ну, короче говоря, что нужно, я сама давно не делала, фотографию достала, но не занималась, нужно зеркало, такое, которое было бы не намного больше фотографий, ну, так почему-то желательно, ну, может быть, вот такое зеркальце, ну, у меня вот здесь стоит, вот такое, я, может быть, этим воспользуюсь, суть вот в чем, но лучше, лучше меньше, короче говоря, вот эту вот маленькую фотографию нужно вот так, описываю вам ритуал, нужно ее приложить к зеркалу, найдите фотографию дома, кто принес сейчас, может сейчас сделать, в общем, короче говоря, ее приложить к маленькому зеркальцу, и смотреть на себя, смотреть на себя, знаете, на себя на какую? На фотографии. Зеркало слышит то, что мы говорим о себе, но вообще тут еще задача, знаете, в том, в чем, почему люди даже выздоравливали, пользуясь вот этим приемом, это такой эзотерический прием, потому что фотографию возьмите, ту, где вы не только себе очень нравитесь, найдите, у меня, кстати, вот эта фотография, знаете, откуда? По-моему, из паркбилета, оторвана, я когда-то была в партии, и вот у меня вот этот паркбилет сохранился, я нашла вот эту фотографию, у меня где-то была, из комсомольского билета, вот я просто сейчас ее не могу найти, она у меня еще, я там еще лучше, и, соответственно, я, наверное, думаю, что я даже была и лучше, и моложе, и красивее, и даже здоровее, с точки зрения здоровья, скажем так, нужно смотреть вот так, у меня даже зеркало бы немножечко великовато, но я не вижу себя, то есть нужно вот так приложить и смотреть на себя, не в зеркале, минуя фотографию, а наоборот, концентрируясь на фотографии. В чем суть этого ритуала? Как бы суть вот в чем, что как будто я смотрю в зеркало, и я вижу в зеркале свое отражение, и это отражение и есть вот именно вот то, что зафиксировано на фотографии, и произносить такие слова. Как же я нравлюсь себе. Какие можно еще слова произнести. Какая я молодая, красивая, очаровательная. Но я вам еще хочу вот что сказать. Что когда вы начнете вглядываться в эту фотографию, когда вы попробуете представить вот эти черты лица, вот у меня прямо сейчас пошла подтяжка кверху, у меня даже нос почему-то пошел кверху, может быть у меня и нос был, не знаю, что это тоже кверху. Вот у меня прямо сейчас все стало подниматься. Только вот я попробовала, я это упражнение, я уже это его не первый раз делаю, но просто много лет прошло, когда я его делала. Я только сейчас вспомнила, что это была очень эффективная вещь, и она, я еще раз говорю, даже вот тем, кому я говорила вот это делать. У всех, ну, просто потрясающий эффект, но я не говорю, что он сиюминутно произойдет. Но достаточно скоро, если вы уделите этому серьезное отношение, и хотя бы неделю вы поработаете таким образом. Но нужно сидеть вот так с фотографией не менее 15 минут. То есть вы 15 минут должны восхищаться собой. Вы 15 минут должны влюбляться в себя. Я бы сказала, до тех пор, пока вот так влюбиться в себя, пока вы не прочувствуете вот эту энергию, вот этой немножко наглой молодости. Понимаете? Вот какое я слово даже применила, потому что я, когда всматривалась вот в эти свои черты, я вдруг подумала, это была прям наглая молодость. Вот немножко прям наглая в своей уверенности, вот в этом всевозможии. Понимаете? Вот в этой своей красоте, прямо что-то такое дерзк, дерзновенность какая-то. Она, наверное, и присуща молодости. Но я еще влюблялась и рассматривала. Я рассматривала свои ресницы. Я вспомнила, насколько они были длинные, а я еще не очень-то довольна была. Ну, единственное, что мне не очень тут понравилась прическа, ну, по тем временам, я не знаю, тут у меня или химия какая-то, по тем временам, наверное, так носили. Мы не особо же были приучены к чему-то такому, у чего могли научиться. Скажем так, журналов каких-то стильных, как сейчас там Элиты и так далее, не особо было. Мы единственные, у кого я училась, к какому-то стилю, даже в одежде. Это у дикторов телевидения, у женщин. И вот я рассматривала себя. Вот этот, ну, буквально яйцеобразный, я просто описываю уже, потому что я же уже над этим работала, подбородок, вот это подтянутый щек, я энергетику прочувствовать. Значит, вы поняли, что мы делаем? Мы прикладываем фотографию. Вот надо придумать, пусть кто-то придумает, как же можно, если, если это сделать, допустим, на компьютере или на телефоне, да? Ну, а как можно? Подложила зеркало, натуральное зеркало. Вот, допустим, у тебя фотография на компьютере или на телефоне. Вот, ты приложила. Ты можешь смотреть, вот или в отражении, или как, но ты смотри, как будто ты смотришь на себя. То есть, понимаете, здесь абстрагированность должна еще работать. Вот какая-то абстрагированность, как будто вот ты смотришь на эту фотографию, во-первых, вы внушаете зеркалу. Зеркало потом вам отразит это. Кроме того, вот то, что вот мы прикладываем фотографию, фотография имеет энергетику, понимаете? Эта энергетика на ней сохранилась. Эта энергетика молодости, красоты, вот как я говорю, наглой молодости. Блин, ну это же надо, вот какая прям сила, вот какая-то сила. Я сейчас почувствовала, какой силы не достает в какой моей части. Я вдруг почувствовала, как у меня левая часть стала наполняться какой-то силой. Понимаете, насколько вот эта полноценность была присуща вот этому моему возрасту. Это надо восстановить. Ну это я для себя как цель ставлю и задачу. Возможно, у вас все, ну невозможно, скорее всего, у каждого это индивидуально. И что-то по-другому. Но сработает. Энергетика этой фотографии идет в это зеркало. К зеркалу относимся совершенно так, как и положено относиться. Это эзотерическая, оккультная вещь, которая имеет свою память, свои законы жизни и так далее. Это выразитель или там собеседник с нашим высшим я и прочее. То есть это такая довольно мистическая вещь. Пусть впитывает зеркало фотографию этой энергии. Потом, когда мы будем даже без фотографии смотреть, мы, кстати говоря, вообще будем удивляться тому, что зеркало не имеет значения на этом зеркальце или большое, или вот зеркало, встретившееся где-то там на улице или на работе, оно начнет отражать нам, нас помолодевших. Вообще, суть сама по себе зеркальности начнет отражать нам то, о чем мы попросили. А мы попросили вот это восхищение своей красотой, энергетикой, как я нравлюсь себя, в себе, как мне нравится, восхититесь, что нравится. Старайтесь взять фотографию, в которую прям будете влюблены в сами себя. Ну вот, например, я здесь всматривалась в очертании своих губ. Ну, я во все всматривалась, потому что я, мне очень, я даже вообще как удивилась, какая же я была красивая. И вот это вот, когда я буду, вот приложив смотреть, я буду произносить, какая я красивая, как я нравлюсь себе, мужчины. Вы произносите то, что вы, какой я красивый, какой я молодой, какой я там или брутальный, или харизматичный, какой я, вспомните, что было характерно молодости, как кадрили, влюбляли в себя, что-то там еще было. Вот произносите все желаемое. И, ну, нужно 15 минут в день. И вообще, как минимум неделю, уделите этому. А потом еще, с некоторой периодичностью, повторять хотя бы минут по пять, чтобы вот это закрепилось. И вот процесс омоложения внешности, омоложения, и не только внешности, но и энергетики, прочувствуйте, явит себя вам радостно. Вот такая ритуальная вещь. Давайте еще. Поделюсь заготовленным материалом. Знаете, что еще у меня приготовлено? Для того, чтобы похудеть. Вот я сейчас вам, Валентина, механизм понят, лучше без компа. А можно, наверное, пробовать смотреть на себя фото в полный рост. Ой, спасибо большое, Олечка, за идею. Кстати, у меня же была эта мысль, что, если взять фотографию, на которой, на которой видна, да, и своя фигура, вот представляете, какое-то любование будет, не только чертами, а здесь еще и вообще всем. Это вообще бесподобно. И на похудение сыграет свою роль, очень. Так, а теперь давайте я вам еще, кстати, вот тут, спасибо большое, Оль, у меня же эта мысль была, я что-то тут забыла сказать, напомнила. Давайте я вам сейчас, знаете о чем? Интересная у меня есть вещь. Ага, вот примеры по Милтону Эриксону. Это пусть тоже будет, или домашним заданием. Давайте сначала про похудение. Я вам прочитаю вот что. Так, ну, я нашла эту статью, я начала, кстати, пробовать ее уже. Она называется, что делают индийские махатмы, ну, короче, просветленные, что делают просветленные, о пользе горячей воды натощак. Согласно восточным учениям, секретом вечной молодости считается именно горячая вода. Не кипяток, не теплая, а температура, ну, как бы я сказала, очень-очень теплая. Очень теплая. А вода температуры 40-45 градусов. При этом худшее, что может человек для организма. А, кстати говоря, вот что еще пишут, что холодную воду натощак. Ну, то есть, хоть натощак, хоть нет, ее вообще не рекомендуют. Тибетские уверены, что стакан горячей воды с утра натощак продлевает жизнь на 10 лет. горячая вода заглушает, горячая вода заглушает элемент огня, заглушает элемент огня, желудок, огня желудок, и убивает микробов, скопившихся в нем за ночь. В Китае с детства учат детей выпивать перед едой подогретую воду. Даже в кафе и ресторане, прежде чем принести клиенту заказ, ему подают чашку горячей воды. Айурведа утверждает, что стакан горячей воды после пробуждения, но все-таки не горячая, а я почему-то чувствую, что это просто очень сильно теплое, скажем так, после пробуждения, поможет избавиться от мигрени, повышенного давления, анемии, ожирения, артриты и других болезней. Благодаря стакану горячей воды с утра налаживается обмен веществ, очищается кровь и усиливаются процессы детоксикации тела через кожные покровы, почки и лимфатическую систему. Вот какое очищение происходит. Улучшается отток желчи, организм постепенно просыпается, а пищеварительная система запускается очень мягко, без шок и перегруза. Результатом такой ежедневной утренней процедуры будет и удивит вас чистая кожа, внезапное снижение веса без каких-либо усилий, нормализация артериального давления. Не размышляйте, зачем пить воду натощак, а пейте. Не кипите, подогревай каждое утро чашку воды и выпивай медленно, мелкими глотками. Потом не спеши завтракать. Подожди с приемом пищи около 20 минут. Чтобы увидеть результат, попробуй это сделать уже завтра. Будешь приятно удивлен. Вот сегодня я это уже проэкспериментировала. гена. Гена. Ну, почему тут для девочек? Тут и для девочек, и для мальчиков. Пить воду горячую, ну, тащак, это что, мальчикам не полезно? Я вообще хотела... Ну, ладно. Давайте посмотрим, что еще я вам сегодня хотела дать. А в конце завершу, наверное, я. Ну, не знаю, так что по времени мне не очень хочется вообще больше часа проводить. Но про горячую воду сказала. Пьем горячую воду, начинаем с завтрашнего дня. Пьем горячую воду и омолаживаемся, худеем, не понимая, почему это так происходит, но так будет. Так, что еще? Что еще хотела? Так, сейчас еще. Так, заговором. Ага, вот какие правила грамматики. Задание вот какое с мелкими глотками. Ну, вот умница. Кстати, наверняка, когда начала пить, сразу сбросила вес. Так ведь, Свет? Вот не совсем может. Ну, короче говоря, делаем. Прямо с завтрашнего дня начнем. Хуже не будет, правда? Будет лучше. Так, что еще? Вот Милтон Эриксон. И сейчас я вам сначала небольшую предысторию расскажу. Я помню, что как-то я смотрела, выступал выступал Костя Дзю. Он, по-моему, боксер. Да? Сейчас я уже точно не помню. Вот. И он произнес такую фразу. Если у меня это получится, то я... Вот он произнес вот так и вдруг. Ой! Он даже рукой вот так как будто стер. Когда у меня это получится, то я... Он опять стирает и говорит. У меня это получится, и я поэтому... И вот когда я вот это услышала, я поняла, что этот человек изучал по крайней мере или по меньшей мере методы и приемы Милтона Эриксона. То есть построение фраз таким образом, когда мы очень легко и непринужденно утверждаем факт исполненности желания. Вот я хочу предложить вам домашнее задание, а можно попробовать прямо сейчас. вот какое. Но используя предложение с дейпричастным оборотом. Дейпричастный оборот. Например, увидев себя в зеркало значительно помолодевший, несколько похудевший, я была очень радостна, но не слишком удивлена, так как уже слышала массу комплиментов в свой адрес. Я начала это предложение с дейпричастного оборота, в котором я сделала факт утверждения уже результата. Это пусть будет наша фантазия, но это такой прием. Давайте еще. Когда я почувствовала, что я стала легче ходить по ступенькам, когда мне стало легче наклоняться, когда я стала очень легко идти, когда я ощути... Ага, когда, вот тут все через когда, может быть, через когда, я поняла, что все те техники, которые я делала, были правильными. Я молодец, что я это делала. Увидев, ощутив себя более легко, почувствовав более легким, более подвижным свое тело, свои суставы. Вот здесь я начинаю через дейпричастный оборот. Теперь давайте сконцентрируемся на том желании, которое мы хотим, и придумать, и написать пару предложений с дейпричастным оборотом. Давайте попробуем это сделать прямо сейчас. Я вам приведу пример. Слушаю комплименты о том, как я помолодела, думая о том, что мне это нравится, но продолжу быть еще лучше, моложе и краше, и могу даже научить тех, кто говорил мне комплименты. Глядя на себя в зеркало, получаю удовольствие от своей внешности, хотя люблю себя даже не глядя в зеркало. Вот такое предложение, которое начинается с дейпричастного оборота, который уже утверждает факт исполнения желания. Вот факт исполнения вот этой нашей цели, ради которой мы вот в этом чате. Радуюсь своему еще более улучшившемуся здоровью, радуюсь тому, что умею теперь все, потому что знаю, как настраиваться, как давать команды организму, телу, красоте, здоровью, успехом. Радуюсь. Подбежав к нему, удивилась вдруг в своей резвости. Как здорово чувствовать себя вновь молодой, такой молодой и красивой и здоровой. Вот. Вот такие, короче говоря, техника Милтона Эриксона. Ну, всем известно, что Милтон Эриксон был специалистом, к которому приходили тысячи клиентов и абсолютно у всех исполнялись их желания. Ну, вот им разработан и вот такой прием. Прием построения, правильного построения предложения. Этот прием может человек использовать каждый сам для себя. Записать это звучит как заговор. Вот такой, вербальная установка. Так, резюмирую. И встаю, пью горячительную водичку, после беру зеркальце, смотрю на себя, рассматриваю личико, фигурку, говоря в слухах, какие у меня ланитые, лучезарные глаза и так далее. А в конце ставлю закрепитель. Так есть и так будет всегда. Вообще, прямо стихами говорим. Замечательно, клево, вообще здорово, просто здорово. Так, а теперь давайте еще предложение с этим, с непричастным оборотом. Встав, выпив горячей водички, взяв руки в зеркальце, полюбовавшись на себя, рассматривая свое личико и свою фигурку, произнеся слова, ах, какие у меня ланиты, а что такое ланиты, это что у нас, щеки или губы, я даже что-то забыла. И лучезарные глаза, какая у меня тоненькая талия, давайте, что еще, мы над чем еще должны поработать? Над своей харизмой, энергетикой, вот помните то, о чем я говорила, начать описывать свою внешность, передав впечатление о производимом впечатлении, еще и энергетическом, например, там не только благородное, а какая, какая еще может быть? вот как вот я сказала про свою молодость, ну и просто наглость какая-то в молодости, но это, конечно, не эта черта, это так я обобщила, а что было? Вот чувствовалась эта энергетика, да? Может быть, даже это харизма, может быть, это уверенность, может быть, это какая-то наполненность смыслами, может, это какая-то одухотворенность, и все это вместе. Вот попробовать еще, мужчина какой-то своей или харизматичности, брутальности, пишут, может быть, о какой-то благородной сдержанности, вот, например, я сейчас могу сказать, что эта черта есть и у Гена, есть и у Николауса, есть обе эти черты, прям буквально завораживающие, и есть очень сильное, ну, что-то еще, пусть сами напишут, ну, вот, короче говоря, попробуйте так, так есть, так будет всегда, отлично. Так, что еще? Ну, давайте кто-нибудь, может быть, напишет какое-то предложение с дипричастным оборотом, начав его с дипричастного оборота. Так, значит, вот я вам сказала про этого, про этого, как бы, боксера, наверное, Костя Дзюм, что, когда вот я услышала, как он себя несколько раз поправил, это представляете, как человек работал над, в том, чтобы самому себе внушить уверенность, во-первых, не если я, он переправил на когда, его не устроило когда, почему? Потому что в этом есть неопределенность, и когда это будет? Когда? Может, через 10 лет, его не устраивает, ему надо сейчас. И он вообще тоже вот пришел вот к этой форме, как только, опять тоже, как только для него тоже в этом есть какая-то что ли неопределенность, он искал внутри себя энергетику, которая совместила бы, ну, во-первых, скорость исполнения, абсолютную уверенность, абсолютную, ну, как сказать, не то, что уже даже радость, а он констатировал факт вот исполненности желания, допустим, там, стал здоровым, молодым, очень красивым, помолодевшим, может быть, эффектным, может быть, там, ну, что мы еще можем о себе написать? Легкие, изящные, похудевшие, наполнившиеся новыми какими-то там энтузиазмом, какой-то, может быть, влюбленностью в саму себя, чарующие, чарующие, это значит уже получающие от других влюбленность, позитивную энергетику, себе получаю, от этого еще больше, пропитавшись этим, получаю собственные силы, накапливаю их, увеличиваю их, может быть, откроются какие-то еще там резервы, ресурсы, голос станет лучше, может быть, какая-то востребованность или внутренняя потребность реализуется лучше, ярче, наполненнее, ну, вот типа так, придумать предложение везде причастным оборотом смысл значения я объяснила. еще, что еще? Так, ну, я думаю, может быть, кто-то что-то напишет вот в чат, то есть, как пример и образец, я какой-то пример и образец уже прочитала, может быть, не самые лучшие варианты, а может быть, и вполне нормальные. Так, еще у меня есть какие-то примеры предложений по правилам грамматики. Тут я скажу вам еще о самой грамматике. У него был очень хороший у Милтона Эриксона, очень хороший вообще сама по себе, как он говорит, подсознание говорит на языке образа. В сами правила грамматики можно рассматривать как хороший образ работы организма по правилам. Мой организм работает по правилам, по тем самым, по каким, или по каким, по какому принципу работает. Синтаксис, морфология, построение текста, красивого и так далее. С соблюдением всех правил. Так, хорошим самовнушением, ну вот пример, моя кожа, разгладившись, посвежев, стала нравиться мне больше. Мое лицо, помолодев и похорошев, стало еще более привлекательным и очаровательным и мне самой, и всем знакомым, и даже незнакомым. Вот пример. Выздоровев, я стала гораздо более стройной и красивой, хотя-то эта взаимосвязь не всегда понятна даже мне самой. Не только тем, кто делает мне комплименты, кстати, удивляясь тому, что у меня довольно взрослые дети. Но я больше радуюсь своему здоровью и энтузиазму. Из меня энергия, энергия словно прет, как он совсем уж молодой, но трачу я не только на самолюбование. Вот такое. Здесь вообще сложная синтаксическая конструкция, но грамотная и по правилу. И с употреблением депричастного оборота, который уже утверждает факт. И получение здоровья, восстановление его, ну или получение, мне это слово вдруг сейчас пришло как-то здорово, ну и соответственно всего того, что я хочу. Во внешности, в энергетике, в красоте. И еще, для чего мне все это нужно? Может быть, я как-то воспользуюсь этим, наяву лучше? Так, давай посмотрим, что здесь. Выходя на улицу и чувствуя себя молодой, красивой и здоровой, я рада за себя здесь сейчас. Ага, Оля, а вот еще. Мой голос становится бархатно-завораживающим. Вообще, вы меня просто чаруете, девочки. Бархатно-завораживающе. А почему только голос? А может быть, и не только голос. Но как это здорово, когда голос. Какая прелесть. Так, кстати, про стихи. Хотела вам еще стихотворение прочитать. Случайно нашла, может быть, не случайно, случайности не бывает. Мне прислали стихотворение, и я подумала, ну правда, вот вспоминаю якорь, а тут такое стихотворение. Вспомнить себя молодой. Стихотворение называется эхо. Вот, я его прочитала совершенно бархатно-завораживающим голосом. Вдруг вспомнила, Ольга напомнила. Так, Валентина, нужно сделать заготовки-конструкции в утверждении. Сделаем. Потрудитесь сначала сами, дамы. Ничто не помогает нам лучше, нас самих. Когда так активно наше подсознание, когда оно нацелено на то, чтобы вот у нас получилось быстрее, комфортнее, приятнее, лучше. Самым наилучшим образом или способом, которое наше высшее я или наше подсознание само как-то легко найдет, определит, сделает. Так. Ага. Хорошо. Так, что еще? Дайте-ка сейчас я. Ну, вот, вроде бы все. Девочки, я вам говорила, что есть еще одна вещь, которую сейчас я вам прочитаю своим бархатным голосом. Если вдруг услышите голос весьма небархатный, то не обессудьте. Так, готовы послушать заговор? Кстати, вы можете мне написать, хотите вы или нет, потому что я совершенно не устала. Кстати, в отличие от первого раза, я почему-то тогда немного устала. Вот мы когда-то где-то час пятнадцать прозанимались, или у меня так душно было, на улице еще жара, у меня форчик, почему-то я забыла открыть. Вот, сегодня я чувствую себя совершенно замечательно. Я готова еще. То есть, я вам сейчас прочитаю заговор, я вам дам его в письменном виде. Так, или фотографии, или как-то. Сюда. Как вы его перепишите. Я вам в прошлый раз рассказывала пример, как, вот помните, вот этот вот пример, вот с этим листочком, где мы с дочкой, вернее, я для нее это сделала, а еще и для себя пользу получила. Помните, я вам рассказывала, как я вдруг подумала, вот тут у меня волосы вообще перестали, ну вообще на расческе не единый волосин. Помните, рассказывала? Вот, и вот от чего я начала так это думать, а что я делала? И вдруг я нахожу вот этот листочек, он у меня просто, видимо, вот этот клей уже высох, и он упал. Я его нахожу, ну, у меня между стиралкой и этим, и раковиной, ну, тумбой, и раковиной. Что это у меня там валяется? Поднимаю, о, а я же его читала, и несколько раз. А перед этим дочка мне сказала, мам, мне какое-то что-то мне помогло, или такой удачный шампунь, что ли. Волосы вообще перестали, ну вообще не выпадают. Вот. И я вам этот раз не на волосы заговор даю, а дам вам заговор. Я его скажу на что. Кстати, я его еще и озвучила, то есть могу дать еще и в mp3. Ну, то есть звуковым файлом. А сейчас я вам его прочитаю. Послушаем. Готовы? Так, отлично. Готовы. Таня написала готова. Напишите, там еще Аллочка печатает. Спасибо, девочки, что вы во все во внимание. Слушаем. Отлично. Тогда я вам его читаю. Начало давайте я его прочитаю, чтобы впечатлить вас своим, но не знаю уж, насколько бархатно завораживающим голосом. Цель в данном случае немного другая. Итак, это заговор, ключ на здоровье и молодость, долголетие, стройность тела. Но я бы сказала, на массу очень приятных эффектов, которые тоже появятся, будут радовать. Слушай. Тело мое, мышцы, кровь, гормоны, кости мои, суставы, строения, глаза мои, стать моя, уши, Голос мой, сейчас слушай. Забери молодость и гибкость трав у молодых дубрав, красоту чарования у цветка, подвижность и гибкость и радость игры у веток, свободу и легкость у ветра, здоровье у молодого кедра, силу леза возьми у железа, возьми чары у вечной луны и живи здоровой, будь красивой для радости и любви. Забери и это у магии лета. Возьми, забери, встань, бери, сбереги, пользуй, будь этим, радуйся, поблагодари. Аминь. Ну, вот такой. Все услышали? И я вам этот заговор дам, ну, наверное, вот в виде фотографии с моей заготовки. И дам еще в МП-3. Так, ну, дорогие, не знаю, мы или сегодня закончим, или, если хотите, я сделаю небольшую медитацию на тему, как пойдет. Аминь тут не к месту. Гена. Послушай меня. Поскольку я забрала уже силу трав, одубрав, и силу леза взяла с железа, то мне позволено уже. Кстати, здесь можно подумать над некоторыми вещами, над которыми думала я. То есть я в основу взяла один заговор, который когда-то помог мне. И что еще? Меня очень сильно мучило слово. Почему я должна забрать? Ну, вот, например, у молодых дубрав или у кедров. Почему я должна забрать? Знаете что, друзья? Вот я вам предлагаю над этим подумать. Я вам, конечно, текст еще дам напечатан на виде. И подумать. И я вам скажу, я вам не буду сейчас говорить, какие мысли посетили меня. Я думала даже не один, ну, скажем так, не один день. Ну, не то, чтобы я там круглосуточно об этом думала, но я думала. И я поняла, что именно так надо оставить. Не будет ничего, не у лета, не у чего. А вот что-то прибудет хорошее мне и нам. Ну, вы потом вот постарайтесь это понять сами. А можете и не стараться. Сила заговора в том, что он просто работает. Даже если мы понимаем что-то в нем или не понимаем. Ген, я тебе разрешаю это слово убрать. Пожалуйста, ладно? И даже кто тоже захочет, можете убрать, как хотите. Да, может быть, я могу где-то в чем-то согласиться с тем, что это слово больше присуще неведической, как с точки зрения вот этой народной, да? Здесь смесь ген. И обрати внимание, что Луна, здесь же тоже Луна, она не особо относится вот к такой. Ну, не будем анализировать, короче говоря. Главное, что работает. Так. Я сейчас вот сейчас о чем хочу. Будем мы медитацию чуть-чуть я могу вам сделать. Даже постараюсь минут на 10. Ну, просто могу. Почему минут на 10? Могу стараться, могу и не стараться. Ну, как бы, как хотите. Или могу вот эти медитативные отложить вещи до следующего раза. И тогда уж просто, чтобы вы были настроены на то, что, ну, как минимум, как мы говорили, мои учителя, наведения транса много не бывает. И это говорил Нилтон Эриксон, что вот самого наведения транса много не бывает. и трансового вот этого состояния по времени не надо спешить. В этом деле не спешить. Потому что подсознанию надо дать возможность открыть, найти вот свои способы, образы, ресурсы, как оно поможет нам. Вот, Валентина, если можно, то хотелось бы медитацию. А мы хотим сегодня, сейчас мы готовы. Ну, замечательно. Давайте. Тогда я вам немножечко рассказала уже о том, я вам уже рассказывала в прошлый раз. Расслабьтесь сейчас и приготовьтесь послушать мой бархатисто-завораживающий голос, трансовый голос, я скажу так, каким он станет у меня, а может быть, уже начинает становиться прямо сейчас по мере моего, моей готовности вхождения в транс, потому что, говоря какие-то трансовые слова, я сама нахожусь в этом состоянии. Вы вспомнили о том, что такое транс и насколько он характерен всем людям. И, как мне кажется, и не только людям. Те же кошки, наверное, когда спят, находятся в трансовом состоянии. Человек, когда смотрит телевизор, а сам вроде бы о чем-то задумался, он в трансовом состоянии. Когда мы едем в поезде, смотрим в окно, мы находимся в трансовом состоянии. Когда мы едем в автобусе, смотрим в окно или в метро, и мы слегка покачиваемся в размеренный такт стука колес. То ли мы думаем о чем-то, то ли не думаем, потому что потом мы можем и не вспомнить, о чем там я думала. Какие-то мысли у меня были или их вообще не было. То мы находимся в трансовом состоянии. Надеюсь, что вам всем хорошо слышно. Потому что я, находясь в трансовом состоянии, могу, во-первых, ну да, надо говорить, наверное, погромче. Вы можете себе позволить прямо сейчас, и вы уже этого сделали, вы позволили себе вспомнить это трансовое состояние. Почему я говорю, что нужно вспомнить? А чтобы вы прямо легче, прямо сейчас вошли в него. Большое спасибо, Николаевс. Николаевс сделал нам какое-то видео. Мы посмотрим чуть позже. Так, и вот, находясь уже прямо сейчас в трансовом состоянии, можем почувствовать, прям почувствовать, как начинает вообще расслабляться наше тело. мы, можем позволить себе, и вы можете сделать это, как-то облокотиться поудобнее, покомфортнее, занять какое-то более приятное, спокойное, комфортное состояние, расположиться так, как удобнее вашему телу. вы можете прямо сейчас почувствовать, и даже желательно, наверное, чтобы почувствовать, как начинают расслабляться, сильнее расслабляться ваши щеки. Попробуйте прочувствовать расслабление щек. Они, наверное, прямо сейчас начинают занимать то положение, когда вы были совсем молоденькими. Расслабленные щеки, да все лицо было расслаблено. А попробуйте прочувствовать, как расслабляются прямо сейчас губы. я даже закрыла камеру, чтобы не застесняться перед вами. Вдруг кто-то откроет глаза. Расслаблены щеки, немного наивно. Расслаблены губы, может быть, тоже, так как это молодости присуще. Прочувствуйте, как расслабились брови, даже удивительно. А что, брови могут расслабиться? Прочувствуйте, как расслабились мышцы, там тоже есть мышцы, лба, кожа расслабилась. Вся расслабилась. В процессе вот этого расслабления или состояния расслабленности лучше идет обновление клеток, лучше идет обмен веществ. То есть все старое начинает как бы вымываться, выходить как-то там вместе с процессами кровообращения. А молодое, наполненное, молоденькое, красивое начинает прямо сейчас обновлять нашу кожу. Обновляться мышцы начинают. Мышцы щек, веки, кожа век, брови, лоб. у меня даже лоб в его основании соприкосновения с волосами начал сейчас вдруг горячиться. Представляете, как какая-то энергия божественная, помогающая. Наверное, какие-то ангелы, умеющие передавать энергию красоты и молодости, омоложения, подключились сейчас к этому и начинают помогать. Божественные энергии вдруг сейчас разгорячили основание моего лбаа. Можете прочувствовать, как расслабились надгубные мышцы. Вы никогда не пробовали их расслабить? Вот это то место, где у мужчин растут усы, а у женщин надгубная мышца. Она начинает принимать ту позицию или то положение, ту конфигурацию, так скажу, которая присуща молодости, влюбленной в себя, красоте молодого лица, влюбленной, может быть, не осознающей свою молодость, красоту. И мы сейчас просим наше подсознание, дорогое любимое подсознание, как хорошо получилось расслабиться мышцам и кожи моего лица и вспомнить, и прошу тебя, дорогой любимое подсознание, вспомни, вспомни положение, форму мышц, форму кожи, моего лица, овал его, который так бы меня обрадовал своим помолодением. А ведь этого я и хочу. И насколько скоро ты сможешь этим обрадовать меня, еще и закрепив это во мне. Настолько скоро, чтобы я тоже порадовалась. прочувствуйте сейчас, как расслабляются кожа и мышцы шеи. Это тоже интересно, это тоже удивительно. Расслабляются мышцы и кожа шеи. Может быть, каким-то образом вы уже сейчас начнете ощущать, что это получается. я сейчас тоже это чувствую прикосновением каких-то эмегий, потому что я тоже чувствую, словно какая-то тепло-горячая волна сейчас обволакивает мою кожу шеи. Но мы попросим еще расслабиться шеи сзади. И пусть расслабятся шейные позвонки вот этого шейного отдела, верхнегрудного отдела позвоночника. Переключитесь на свою спину, прочувствуйте ее, вспомните спину молодой, расслабленной позвонки. Настолько расслабленной, насколько надо. Все в рамках наилучшего правильности, как правил синтаксиса и орфографии. Все как надо. Но пусть это радостно будет. Прочувствует расслабление мышц лопаток. И сейчас нервные окончания расслабляются и тоже высвобождаются. Там, где надо расслабиться и высвободиться. Можно позволить расслабиться вот этому отделу позвоночника, который называют поясничным и ниже, где копчик, а может быть чуть-чуть выше. Может вообще очень приятно прочувствовать станет, как вообще расслабляется вся спина. И мало того, она не только расслабляется, а прямо сейчас начинает вспоминаться состояние своей молодой здоровой спины, позвоночника, мышц молодых, здоровых. Помните, как в прошлый раз говорили, как у молодого бычка мышцы, а мы говорили, а мы телочки молодые. Вот это строение мышц, наполненных гиалуронкой, вот эта база для проведения процесса, этого коллагена, который скрепляет все воедино. Поэтому одновременно и собранность, и молодость, расслабленность одновременно. Вот это, наверное, то, что так характеризует нашу молодую спину, наверное, начали вспоминать сейчас. У меня вспоминается хорошо. Нужно позволить себе сейчас расслабиться ступням ног, ног. Вот так неожиданно. Да, ступни ног. И позвольте расслабиться мышцам, мышцам, чтобы это расслабление было неформальным, а по-настоящему. И радость ступней ног. Они расслабляются, мышцы расслабляются, может быть, что-то в суставах сразу стало становиться правильно. И эта правильность вспомнится и постепенно, если это надо кому-то, она каким-то образом самым комфортным закрепится своей правильности. поэтому станет легче ходить, поэтому суставы коленей станут здоровыми, потому что кровоток всех энергий, или, скажем так, ток, прохождение энергии, начиная от ступни ног, получает от энергетики энергии щедрой Земли, ее энергии, планеты Земля. А может быть просто конкретно почвы Земли. Да, чего и нет, чего и не получить, но главное, что эта энергетика свободно идет. Понимаете? Вот как по трубам свободно идет прохождение свободно. И поэтому колени получают все, что нужно. Поэтому вены наши, мышцы, наши нервные окончания получают все, что нужно. Обмен веществ, всему разрешено идти, быть, функционировать, двигаться правильно. Всему разрешено. А значит наши клетки, наши мышцы, наши нервные окончания, наши суставы, наши кости, наши межсуставные составляющие, хрящевая ткань, жидкостная какая-то ткань, все, чему надо быть правильно. Все начинает получать питание, все начинает само радоваться правильной работе. А мышцы, бедер и икр, прочувствуйте, как они сейчас расслаблены. Они расслаблены и одновременно сгруппированы, коллаген соединяет воедино. Прочувствуйте, мышцы. Вы можете даже прочувствовать прикосновение каких-то энергий, ангелы, омоложение и здоровье, божественные силы высшие Николая Чудотворец. День Петра и Павла скоро. Помогите! Иисус Христос, Божья Матерь, наверное, вы, может быть, с удивлением, может быть, вашей любовью прикоснетесь к этой чудодейственной медитации в помощи нам. Чьи-то энергии я просто чувствую своими ногами сейчас. Эти энергии расслабляющие проходят сейчас в органы малого таза. И пусть всё станет лучше, здоровее, оздоровится, помолодеет, наполнится энергией, живительной энергией здоровья, правильности. Пусть всё задышит так, как надо и хорошо для радости этим органам и для нашей радости. И пусть эти живительные энергии поднимаются выше, и мы можем прочувствовать, как расслабляются мышцы и органы живота. Расслабляются, одновременно получая питание от энергии. В расслабленном состоянии лучше идут все процессы, и обменные, и питательные процессы, и нервные окончания лучше работают, они свободнее. И кровеносная система лучше работает. Дыхание тканей лучше, обогащение кислородом, какими-то еще напитывающими, полезными веществами. все лучшее. И пусть порадуются органы, ткани нашего живота. И мы можем почувствовать, что стало дышать лучше, свободнее. Сердце обрадовалось, обрадовалось, потому что ему силы передали, любя его всем сердцем, всей душой. высшие силы любят и дают силы нашей сердечно-сосудистой системе. Все улучшается, все укрепляется, все начинает работать лучше, а мы позволяем себе расслабиться еще больше. и состояние расслабленности позволяет отдохнуть нашему уму. А мы чувствуем себя хорошо, приятно и комфортно. Так хорошо, словно мы едем в отпуск на той полке поезда, на которой нам хорошо. Как когда-то в молодости никто не мешает, может быть мы в купе одни, а может быть просто соседи или спят или отдыхают. Мы слушаем стук колес и радуемся, и прочувствуйте комфорт, нам комфортно. А может быть лучше и приятнее просто отдохнуть лежа, ну, например, в гамаке. тепло на улице, мы под березовой тенью, смотрим в небо, лучезарно-голубое, чистое, видим, как шевелятся веточки березы, улыбающиеся нам. Вы представляете, она словно улыбается нам, как будто единение с этой березкой, и как будто ее листочки шелестят для нас, а мы слегка покачиваемся, тело отдыхает абсолютно, наш ум сейчас отдыхает, а наше подсознание, наше высшее я, божественные силы, может быть, ангелы дарующие омоложение, здоровье, помогающие нам сейчас, они помогают нам прямо лучше, радуясь интенсивней, что им доставилась такая легкая возможность напитать нам и позволить нам увидеть себя, обрадовавшись улучшившемуся самочувствию и помолодение своему, а мужчинам то, что они хотят, каждый задумывает то, что обрадует его, очень обрадует, я говорила уже, чтобы радость возможно даже превзойдет ожидание, мы можем позволить себе или представить, что мы покачиваемся на надувном матрасе, прямо вот около берега, небольшие волны, но хорошо покачивающие нас, и это блаженство, позвольте рукам, кистям, умру, расслабиться и опуститься в воду, почувствовать тепло воды, и одновременно ваша кожа чувствует ваше тело ласковость солнечных лучей, и, кстати говоря, прямо сейчас, пусть этот ультрафиолет помогает вам загореть приятно, хорошо, не выходя из комнаты, загораем прямо сейчас, получаем воздушно-морские или водные приятные ванны, и знаем, как расположено все к нам, прямо к нам, ласковость теплой воды, наша гармония умиротворения, легкое покачивание на волнах, так позволяющее расслабиться нашему организму, телу, ласковость прикосновения солнечных лучей, и одновременно, и одновременно мы чувствуем, как наши щеки просто становятся моложе, мы даже чувствуем это, и мы увидим это, как мы помолодели, но не только наше лицо, не только наше тело, мы можем почувствовать, как наши мышцы, мышцы, живота, груди, все получает, но питательную энергию, здоровье, омоложение, мы молодеем, мы оздоравливаем свое тело, и не только мы, нам помогают выздороветь, оздоровиться, и наше состояние расслабленности, в котором мы находимся сейчас, помогает нам еще лучше, а мы можем попросить свое подсознание, прямо попросить его сейчас, или найти какие-то способы, самые комфортные, самые приятные, или найти ресурсы, ресурсом может быть стать воспоминания, когда мы так нравились себе и были здоровы, какая-то успешность была, что-то просто очень радостное вообще, во всей жизни, все радовало, и в себе, и в жизни, и мы можем прямо мгновенно попасть в это воспоминание и вспомнить себя, и мы можем увидеть, а что окружало нас, или кто есть в этом воспоминании, любующийся, восхищающийся нами, какое время суток, какое освещение, мы что-то говорим, или мы что-то делаем, или нас слушают завороженно, и мы можем прямо сейчас прочувствовать, а как мы чувствовали себя, наше тело, наша энергетика, уверенности, успешности, молодости, здоровья, как все это чувствовало себя, как тело наше, мышцы, как ощущали себя, а как внутренние органы ощущали себя, знают только они и наше подсознание, но мы просим и наше подсознание, подсознание и всех наших помощников помочь, зафиксировать это состояние радости и состояние этого состояния для того, чтобы перенести в настоящее, и чтобы наши мышцы, наш организм, наше тело, наша энергетика, все-все в нашем теле, нашей энергетике, нашей кожи, мышцах, наших процессах, кровообращения, работы нервной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, иммунной, работы наших гормонов, то есть железо, все вспомнило, вспомнив, вернее, это, перенесло в настоящее и начало восстанавливать наши физические ткани и наше энергетическое составляющее соответственно тому воспоминанию, нам в том воспоминании. А потом произойдет что? Радуясь, начнем радовать других, начнем делиться, правда? Начнем делиться, когда мы молодые, вот вспомнив себя в этом ресурсном состоянии, своей успешности, радости, вспомните, как на нас смотрели восхищенно, слушали восхищенно. Почему? А мы дарили кому-то что-то. Мы дарили то, что было нужно тем, кто восхищался нами. И мы сейчас станем даровать это еще больше. Понимаете? Потому что наполнившись этой позитивностью во всем, свое тело, которое радуется себе, своему оздоровлению, каждый орган благодарить начнет, хорошей работой, а может даже каким-то разговором. у меня было такое, когда я руками водила, и вдруг я почувствовала, как желудок говорит своим языком, о чем-то говорит, а печень совсем о другом, и ей требовалось, чтобы ее пожалели и полюбили. И мы, может быть, начнем любить все в себе больше, а значит дарить больше. И то, что нами станут снова, открыв рот, восхищаться, слушать, это потому, что мы какие-то энергии обретем. Мы чему-то очень обрадуемся в себе, оздоровлению, омоложению, наполнению какими-то нужными энергиями, и мы станем дарить. Произвольно или непроизвольно, поверите ли, сознательно или бессознательно, к нам станут тянуться, восхищаясь нами. Представляете, мы начнем украшать этот мир, не только своей внешностью. Мы в прямом смысле начнем его украшать, наполняя чем-то, до всей человеческой цивилизации помогать богам становиться этому миру добрее, лучше, красивее, здоровее, о себе еще и продлив долголетие. Какие-то еще ресурсные воспоминания ваше подсознание самостоятельно может вспомнить, активизировать и активировать, перенеся в настоящую задачу. Понял? А может быть, просто какой-то образ успеха. Когда-то решалась какая-то задача и нашлось решение и получили пятерку. Может быть, для подсознания этот способ станет прям самым радостным, как находка. Ага, так я знаю, как сделать, как исполниться желанием вашим. вы какое-то время можете еще побыть в этом трансовом состоянии. Пусть начавшиеся процессы на исполнение ваших намерений, желаний, таких благотворных, таких радостных и для вас, чтобы стать счастливее, радостнее и не просто так, а для того, чтобы больше собой, представляете, станете дарить радость и украшать этот мир. Какая благородная миссия. Поэтому нам так важно стать здоровее, стать красивее, моложе, энергетически моложе. Вот активировать, открыть это снова в себе, вспомнить и вспомнить телом и энергетикой. Миссия, божественная миссия. И поэтому откликнулись божественной энергией и пришли сразу и помогают. Вы можете побыть сейчас, а можете и побыть в этом состоянии тогда, когда вы будете спать. Вот прямо ночью или когда днем прилегли. Ваше подсознание использует этот момент вашего расслабления и отдыха для того, чтобы продолжить эту работу, если надо. а может быть работа уже вся сделана сейчас. Но мы тогда еще попросим линию времени условную притянуть вот свое любование с собой радости от ощущения исполненности счастья, вернее, счастья от исполненности приблизить к себе. Вот как будто за веревочку время поймали, притягиваем к себе поближе, чтобы это поскорее произошло, но самым комфортным для нашего тела и нашей энергетики образом. но если Иисусу Христу удавалось за одно прикосновение человека делать здоровым, абсолютно здоровым, ну значит человеку уже это было комфортно, я предполагаю, что это реально и за раз, ну или очень скоро, очень быстро. Ваше подсознание может продолжить эту работу, если надо, когда вы будете спать днем или ночью, или находиться в том состоянии, в котором мы иногда можем днем бодрствуя находиться, ну вроде бы как в трансовом состоянии, но чтобы это было комфортно для нас и радуя, все больше наполняя, чтобы мы больше наполнялись радостью, счастьем и всеми нужными энергиями, которые позволяют радоваться жизни, жить более, еще более радостно и влияя на этот мир, тоже изменениями к улучшению, для нашей просто взаимной радости и счастья. А сейчас вы можете начать выходить из этого состояния, попадая в состояние бодрости здесь и сейчас. И можно начать открывать глаза. Можно и сразу открыть, а можно и не спеша. Вот как теплая, усиленно теплая вода, которая глотками, медленными помогает пробуждаться комфортно нашему организму. Пробуждаться комфортно. Это как про воду вспоминаем и будем делать это, раз это способствует еще и тому, чтобы похудеть. а также и выздороветь. Вы вспомнили, я вам читала. Как совершенно ум не может этого понять. Как же это? Но это оказывается лечит. Возможно лучше самых каких-то лучших таблеток. От этого худеют, не напрягаясь в этой теме. А как то непроизвольно происходит, что начинаем радоваться всему происходящему с нами, нам, самим себе. Главное наполняться чувством уверенности и силы. Да, это мы смогли. Вот такие мы молодцы. Так, я включаю камеру, выйдя из этого трансового состояния и попав в состояние здесь и сейчас. Могу прочувствовать хорошо сейчас. Кстати, как вам мой голос показался бархатно завораживающим. Заговор я вам дала, друзья мои. я вам еще дам его в форме МП3. Энергии и божественные силы, которые помогали нам в этом трансе, поблагодарим. Вот, я благодарю. Спасибо большое за отзывчивость. Так, что еще? Зрение тоже улучшается. Это уже привычка хвататься за очки. Видите, как нам избавиться от некоторых привычек, поверив в себя и свои возможности. И это тоже я вдогонку говорю своим подсознательным установкам и вашим. Возможно, кому-то тоже пригодится. Так, ну и, друзья мои, я рада, что мы так хорошо с вами сегодня провели время с пользой для нас, любимых. И медитацию я тоже провела. Так, спасибо большое. Спасибо. Спасибо огромное тоже и за вашу отзывчивость. Послушайте, не было бы вас, как бы я реализовалась. Поэтому я благодарна вам. Большое-большое спасибо. Вот. Ну, всего хорошего. Или мы о чем-то поговорим. все из транса вышли. Домашнее задание. Напоминаю. Работаем с фотографием и зеркалом. А, я еще, кстати, могу прочитать. Какие слова там говорить надо? Я где-то же вроде бы даже записала. Какие слова мы говорим себе, любуясь собой? А, примерно. Как же я нравлюсь себе? Какое замечательное настроение у меня от этого? Да, от того, что я так нравлюсь себе? Смотрим на фотографию, как бы немного абстрагируясь. Как будто вот видим себя в зеркале. А на самом деле, смотрим на фотографию, видим себя. Вот таких молодых, здоровых, красивых. И еще и хвалим себя. Как же я нравлюсь себе. Какое замечательное настроение у меня от этого, что я так нравлюсь себе. Это первое домашнее задание. Второе домашнее задание. Большое спасибо. Так, второе домашнее задание у нас, значит, карминография. Дальше заговор. Вот его или сфотографируйте, или перепишите. Кто будет переписывать? рассказываю секретик. Какое? Вот те слова, которые вы захотите увидеть вот как эффектом для себя, вы можете написать каким-то другим почерком. Но так, чтобы это было для вас самих не очень заметно. Поняли? Подсознание, оно лишний раз будет фиксироваться на тех словах, которые как команды были. Вот какие. Можете выделить каким-то другим почерком. Понятно? Вот здесь я просто вспомнила, что когда я писала на волосы, я же схитрила, я для дочки писала. Я сейчас сама не вижу, потому что тут еще нужно так, что чуть-чуть почерк я меняла, но так, чтобы она не заметила, иначе она взяла вопрос. Знаете для чего? Чтобы ум этого не заметит, а подсознание заметит. Оно примет это как команды. Когда если будете в пользу. Так, что еще? Ну, а голосом я могу выделить, могу не выделить. Там вообще в заговоре работает, ну, как сказать, там работает сам образ. Это во-первых, а во-вторых, мое намерение, моя сила, и кроме того, я этот заговор кое-у-кого как бы основу заимствовала, работает код, уже наработанный сильными мастерами, может, века. Вот, так что сработает. Все. Видите, как много для здоровья, молодости, наполнения жизненной энергией, радости, счастья, может быть, задора, может быть, женственности, может быть, любви, может быть, вообще, сами себе напишите, потому что еще будет задание, мы должны написать, ну, полстранички хотя бы, опишите себя не только с точки зрения внешности, причем пишите, как фиксируя, используя эти причастные обороты, но еще и передав что-то из своего характера. Если вы не уверены, что у вас это есть, но хотите, напишите, как будто есть. Понятно? Там, что? Совершенно там чарующая сексапильность или что еще? Сила женской власти. Какие слова подберутся, просто чувствовалось в ней этот магнетизм. И, понятно, пишите, как будто не о себе, о ком-то. В ней я зачарованно смотрю и любуюсь ею. А потом, как будто бах, я просыпаюсь, и я поняла, что я же любовалась собой. Ну, можно так. Вот. Ну, все, домашние задания, я думаю, поняли. Так, ну, что ж, успехов, комплиментов, восторгов собой. Подсознание продолжит не только работать, а исполнять, что главнее. Вот. Ну, наверное, можно сказать друг другу спасибо. И до следующей встречи. Что будет на следующей встрече? Я пока планировала гипнотическую сказку и медитацию, но, может быть, что-то придумается еще. Если я окончательно осмелею и раскрепощусь, то мы можем попробовать групповые формы, вот эти парные формы работы. Кстати, говоря, помните, как легко мы друг с другом знакомились, когда мы были молодыми? А это своего рода тоже якорь. Когда, например, я скажу, Геночка сейчас поработает с Олей. И как вы друг другу найдете вот эти вот... И как вы научитесь друг друга завороженность, теплоту и слушать, понимаете, с откликом души? И я еще одному приему научу. Приему называется киваем головой. Только в детстве, в молодости мы друг другу постоянно говорили ага, ага, ага. И вот чтобы вот это ага вошло в привычку. Это называется подстройка на высшем уровне энергетическом. Вот. Возможно, мы это тоже сделаем. Так. Всего хорошего вам, друзья. Ну что, я закрываю тогда, ну как бы, кладу трубку. Большое спасибо вам. Большое спасибо. Геночка, это просто счастливо, что ты продержался до конца. честно. Вот. Большое спасибо. Всего хорошего. Любви, радости, здоровья, успехов, денег. Пусть откуда-то приварит, чтобы порадовались. Вот. И, соответственно, пусть подсознание порадует успехами, комплиментов, новых энергий каких-то, радующих, радостных. Смотрим в зеркало, удивляемся себе обновленным, покрасивевшим, или покрасивевшим, как лучше. Так, ну все, целую, пока. Хорошо. Кладу трубку. Ой, спасибо. Пожелания хорошие. Мне еще трубка не кладется. Так, все, вроде бы. Наши трубка не кладется. Восьмой. Восьмой.